Больше как бы собирались идти на лазерных указках. Это как там, инфракрасные приниматели? Ммм? Инфракрасные приниматели или как? В самом деле гораздо проще. Видите, у нас там в ряд оптоволоконов. А, а, где? А чем у нас воздух глобально отличается с точки зрения передачи сигнала от оптоволокона? Ну, оптоволокно сгибается и там отражается от стенок, а у нас в воздухе как бы стенок нет. Хорошо, точнее вопрос. Чем прямой кусок оптоволокна радикально отличается от воздуха? Ну, если внутри оптоволокна воздух, то тогда ничем. Света разные, как сакрамные. Вся прямом рения с сухами. Но это, так сказать, количественная разница. Качественная разница, прозрачная оптическая среда у нас нет. Поставим с одной стороны звучатель, с другой стороны прием. Кстати, почему я рисую звучатель? С прямой линзой, приемник с лыбкой. Потому что так выгоднее. Что выгоднее? Ну, тогда сигнал меньше теряется. Почему? Потому что... Так, если мы можем не попасть в центр линза, но все равно, ребята... Ну, мы рассеяли... Во-первых, мы здесь просто фокусируем, собираем на мощность, как глаз вообще. Да, фокусируем мощность, ну, как параболический орган. Потому что у нас все равно это такое зарассеивание. Фокусируем ком-1. Ну, и ком-2, соответственно. Ком-2. И все замечательно доходило, да? Ну, ну, играли, передавали друг другу файлы, замечательно. Все работает. Существовали не только самопальные подобные устройства, но и вполне промышленные лазерные линги, которые работали там километров на 15-20 со скоростями мегабитных. Но нужно их как-то прицелиться, чтобы попасть... Оптический прицел. Банальный оптический прицел. Гораздо проще, чем для пулевой стрельбы, поскольку не нужно учитывать ни упреждения, ни превышений. Куда смотрим, туда нас вода намного лучше прилетает. Ну, нужно учитывать. Ну, оптику, оптику. Двумя там с 5 окно видно достаточно хорошо, чтобы навестись, скажем, в нижний левый угол. Мы знаем, что там нас ждет приемник. Да, звоним по телефону, ловится? Ловится. Отлично. Поехали. Ну, или поехали, отправляемся, вообще не ловится, ловится. Ну, в продвинутых системах они показывают, что мы друг друга видим. Эти системы будут кусачки. Ну, вообще идеально сделать не такую систему приемник, а там в коробочке приемник рядом. Ну, они вместе, как правило. При датчик. Ну, как правило, вместе. Нацеливаются одновременно для двухсторонней связи. То есть, я вижу тебя, ты видишь меня обратно. Да, да, да. Зацепились. Теперь главное, если не трогать. А какие расстояния у нас доступны оптоволоком? Насколько хочешь. Километр, километр, наверное, видишь. Оптоволокомные кабели прокладывают по дну океана, так что большие. Да. Цельный ли там лежит кабель? Цельный. Ну, насколько я видел цельный? А сколько вы его видели километр? Ноль. Нет, в процессе пропадки, наверное, видели по телевизору. Вкладываются там трансавантические кабели. Ну, вкладчик с таким катушками. Там специально такой по дну едет, такой огромный. Ну, нет, он не по дну едет, они выкладываются с поверхности. Не видят. Другой там по дну до нескольких километров. Да, железный агрегат едет и прокладывает по дну. Ну, там, там, в карпетке максимум. Прикольнее, если за него зацепиться и ко дну плавать. Если мы используем обычный дешевый, так называемый, нагомодный кабель, нагомодный кабель с относительно дешевыми и звучательными приемами, то действующий стандарт нам в голове по 2000 метров. Это у нас проистекает из чего? Из того, что у нас многомодный передатчик, сигнал распространяется на разных шестерах с разной скоростью, размывается приходящий фронт. И из того, что дешевый кабель имеет отмеченное затухание достаточно приличное. То, что пойдется через Атлантику, во-первых, там мощности и звучатели совершенно другие, только там ходно-модовые кабель, и кабель, и излучатели, расстояние там в идеальном случае... Ну, побольше. Сколько? Километров, километров, километров. Ну, примерно, 100-200 километров. Это уже какие-то минуты с чем заходить? Этого нет. Разумеется. Поэтому каждые сколько там километров, сюда висит вот такая вот коробка. И что она делает? Как ней дополнительные, вот обычные медленные провода с обычным электрическим проводом. Она содержит приемник и излучатель. Но 100-200 метров можно один раз сэкономить, если вести и с одной стороны, и с другой стороны. А что раз сэкономить? Ну, в смысле... Ну, раз коробочка, два коробочка, три коробочка. Отлично. И мы к одной подвели с одной стороны, к другой с другой стороны. А, электрическорто питание? Ну, конечно. Где-то посередине меняется направление подачи питания. Ну, да, хорошо. Где-то до Средней Атлантики от Европы питается. Ну, в принципе, если пожить 200 кг, то можно им продавать нашу энергию и наоборот. Невыгодно. Перекачивать энергию через такие кабели просто не выгодно. Слишком великие потери. Ну, ладно. Просто на нагрев. С ни одного кабеля, на нагрев Атлантики. Так вот оно, вот оно глобальное потепление. Ну, на самом деле, там не те мощности, чтобы он был глобальным, но... Ну, потепление. Оно греет. Ну, так я плывешь, плывешь, а водичка теплая, а? А, как это? Нет. Это уже в пятидесят.